Диана Латышева Была перенесена на пока неопределенный срок, но мы надеемся, что скоро фестиваль действительно продолжится. Однако, те два дня, которые мы тебе сейчас покажем, они тоже были очень-очень прикольными, очень музыкальными и очень-очень танцевальными. А сейчас так вот вжух, вот с этой стороны. В первый день у нас выступило целых три института, первыми из которых был инженерный. Ребята сделали весьма интересную композицию, основанную на фильме «Дитя робота». На самом деле, вот для меня, человек, который не смотрел этот фильм «Дитя робота», не совсем была понятна аллюзия. Для меня это просто был какой-то мир будущего, постапокалиптичный, в котором роботы поубивали всех. Однако, нашелся один такой заботливый, который спас человека. Инженерный институт по-прежнему самый малый институт Казанского федерального университета. Туда поступает в среднем где-то по 100-200. Ребят, поправьте в комментах, если не так, человек в год. Поэтому, ну, они самые маленькие, они сделали неплохо, неплохо. Ну вот робота вы сделали просто потрясающего, потому что он выглядел прям в точности, как в фильме. Вот это нам понравилось. А кто еще у нас выступал в этот день? В следу у нас выступали институт математики и механики имени Лобачевского. И вот здесь нас ждала просто фееричная программа. Ой, во-первых, что хотелось бы сказать. Ребятам из МИМ, большое спасибо, что заранее обратились к нам. Мы попросили помочь им в организации студенческой весны. Мы всегда как бы только за это. Весело, это прикольно и классно ощущать себя частью события. Но расскажи, что все-таки ждало наших зрителей? Нас ждало потрясающее шоу «Время поговорить», которое сделано было по аналогии с программой Малахова «Пусть говорят». И вот это было на самом деле необычно, потому что ребята сделали студию, в которую пригласили гостей, зрителей, ведущего. И во время непосредственно своей концертной программы они одновременно отыгрывали и ток-шоу, и готовили танцевальные и вокальные номера. А, что важно отметить, комментаторам они позвали человека, который является бессменным ведущим мероприятий Казанского федерального университета, Камиль Шагейва. Камиль, тебе большой привет, мы знаем, ты смотришь эту программку. Ты был очень крут. Да, но и следом у нас выступал третий институт. Это Высшая школа информационных технологий. Как они сами любят тебя называть? Просто, кратко, Высшая школа ИТИС. Да, у ребят была довольно неплохая программа, она была сделана, построена на истории, тоже, опять же, будущего, это антиутопия, все мы погрязли онлайн, мы постоянно пользуемся социальными сетями и зависим от рейтингов. А, это такой кармический кэшбэк, я бы так сказал. То есть ты делал хороший поступок, тебе начисляют рейтинг, ты сделал плохой поступок, у тебя его отбирают. Кармический кэшбэк. Гениально, гениально, ребята. Ну, на самом деле, давай посмотрим просто, как сделан наш сюжет Владислав Кузора. Кузора, поехали. Вот отсюда. Новый день, новые выступления. Время других институтов показать, на что они способны в конкурсе «Студенческая весна-2020». Первыми выступали ребята с инженерного института, показав номера со световыми эффектами, эстрадными и оригинальными танцами. «Студенческая весна-2020» Конечно же, выступление не обошлось и без живой музыки в исполнении Айвазана Сибулина, который продемонстрировал свои умения на саксофоне. Стоит отметить необычный номер, повествующий о мире будущего, которым правят роботы, а человек – это второсортное существо, зависящее от железных тел. Рождение человека происходит от замороженных ранее пробирок, находящихся в холодильнике общей численностью в 65 тысяч. Свою концертную программу инженерно завершили песней «Безды» в исполнении вокального ансабля «Бисквит». Следом показали свои умения ребята из института механики. Почти половина выступления проходила в стиле КВН. Институт механики сделал пародию на программу «Пусть говорят», назвав ее «Время поговорить». Они создали всю ту атмосферу, которая происходит в реальности. Студия, ведущие, гости, прямые эфиры, дискуссии, приглашения в студию, главных гостей и, конечно же, обсуждение всех важных вопросов и проблем в мире и в жизни университета. В промежутках между «Время поговорить» ребята показали свои умения в танцах, пении и необычных сценках. «Биргольц, а у вас почему вчера не было на моей лекции?» «Так меня вчера на бал пригласили». «И кто же?» «Граб Ледов». Здесь можно было увидеть и современный танец коллектива «ММ» под авторскую песню Сергея Гарбера «My Heart». И театр малых форм «Сестра» творческого коллектива «Плотмас», показывающий тяжелую жизнь солдат в годы Великой Отечественной войны. Стоит отметить творческий коллектив «Аймейдж», который продемонстрировал световой театр привидений. Основной акцент было сделано на значение выражения слова. Люди стали разбрасываться словами, и речь потеряла свою ценность и величие. Данным номером они решили призвать людей к соблюдению всех высказаний в публичной форме, чтобы слово вернуло былое величие в наше время. И в завершении выступления «Мехмат» исполнил финальную песню «Стань легендой КФУ». Закрывали этот вечер участники из Высшей школы информационных технологий и информационных систем. Они показали постановку, повествующую о социальной проблеме нашего времени, а именно о зависимости людей от общественного мнения через социальные сети. Люди стали зависимы от гаджетов, вся жизнь проходит в сетевом пространстве, люди рождаются и умирают онлайн. На каждом человеке надет рейтинговый браслет, определяющий его статус от активности в виртуальном мире. Девушка встречает парня с очень низкой социальной активностью в сети и пытается подстроить его под нормы общества в 21 веке. В конце концов она понимает, что вся жизнь происходит в живом мире и общении и пытается донести до общества, но общество отрекается от нее и виртуальный рейтинг падает до нуля. И, конечно же, выступление Тиса не обошлось и без зажигательных танцев и вокальных номеров. Творческий коллектив «Флосс» выступил с современным танцем под авторскую песню Дамира Зарипова. Эстрадный вокал Тис Мьюзик в исполнении Via Superstition. Ансамбль народного танца «Ялкын» продемонстрировал драматический военный танец «Молитва о сыне», который никого не оставил равнодушным. В завершении своего выступления Тис исполнил авторскую песню «Все того же Дамира Зарипова» «Парадигма». На этой ноте и закончился долгий, но и красочный концерт трех институтов. Владислав Кузора, Максим Журобоев, Студенческая весна 2020. Ну а во вторник с 11 марта у нас выступил Институт социально-философских наук и массовой коммуникации и Институт физики. Первыми у нас выступали журналисты. Не только журналисты, что ты так социологов принизила, теологов и всех ребят, которые еще учатся на ИСФИНКИ, что там еще есть. Это я с той эпохи, когда у нас еще существовал зорфак. На тот момент, на тот момент, вот из той эпохи, да, откуда она, была еще такая корчалка, типа «ЖС, ЖС, ЖС, мы ЖМ и С». Привет, Роман Петрович Баканову, он оценит этот момент выпуска. Собственно, концепт журфака. Очень классно, любовная история про переезд богатенькой семьи из крупного города Парижа в небольшой на тот момент Марсель. Что там было дальше? Там встретились двое влюбленных, Адель и Элока. Они не виделись много лет и, повстречавшись снова, между ними вспыхнула искра. Но, к сожалению, этой любви не было уготовлено перерасти во что-то большее. Ну и мы на протяжении всей конкурсной программы наблюдали различные сценки из жизни простых французов. Как они веселятся, как они проводят фестивали. Это нам повстречались и пантомимы, то есть, которые весьма неплохо отыграли наши корреспонденты. Женя, мы очень оценили вашу постановку. Журфак выступал без болельщиков, без зрителей. Это был первый день, когда как бы всех выгнали из у них, сказали, никого не пустят, там COVID-19 ходят, фиг вам, а не билеты. Вот. И было очень классно, что часть собравшихся журналистов, которые сидели в зале, их там в районе 40 человек было, они встали и хлопали актерам. То есть, и к ребятам об этом подходила здесь снимка, после уже их выступления они говорили, что такая атмосфера понравилась даже больше, чем полумертвый зал. То есть, когда народу мало, но все отдают тебе эмоции в конце. И вот этот их поклон и момент, когда все стоят, аплодируют, вот эти встречные эмоции, на самом деле это было даже более прикольно, нежели бы у них был полный зал. Ну да. А по институту физики, на самом деле, у института физики была приятная программа, построенная на множестве вокальных номеров. И как раз кисфокалом они не прогадали, потому что самым ярким это стала композиция Ваня в исполнении студентки из Нигерия. Подожди, Ваня. 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 Да, я вспомню, студентка из Нигерия, Грейси Джей, и на заднем плане у нее находился хор. Гениальная идея, просто выходит девушка, читает жесткий хип-хоп, и сзади ей подпевает хор. Ну это классно, ребята, это круто, это контраст. И таких номеров было еще несколько, на самом деле вот их вокальные дуэты были лучшими за время проведения студенческой весны 2020. Ну и что хотелось бы еще отметить, программа была абсолютно не затянута, в отличие от этой нашей подводки. Поэтому сейчас хоп, сюжет такой снизу. Не только климатическая весна радует казанцев последней недели, но и студенческая весна. 17 марта в КСК Уникс сборная из Внимка представила свою программу. События происходят во Франции. Времен свободных артистов, которые босыми ногами прошли почти все улицы Парижа и Марселя. В последнем и происходит встреча двух главных героев, которые не видели друг друга больше 10 лет. Спустя долгое время они с трудом узнали друг друга, ведь Лука практически не изменился, оставшись тем же музыкантом с голыми ногами. А его возлюбленная превратилась в завсегдотаю парижского бомонда. Но несмотря на все трансформации внешности, их любовь вспыхивает с новой силой, будто они и не прощались. Во время рассказа истории жизни Луки и Адель сцену занимали творческие коллективы. Так концерт открыл танцевальный коллектив Reload Crew и продемонстрировал номер, который назывался «Новый день». По мере развития отношений главных героев на сцену вышел вокальный инструментальный ансамбль «Sold Out», который исполнил песню Боба Кру и Аллена Туссона «Леди Мармелад». Сценическая жизнь Луки и Адель продолжается, а вместе с темы новые артисты выступают на площадках Марселя. Ксения Абрамова исполнила авторское произведение «Взгляд потупить и самой потупеть». После сценический Марсель посетили разные артисты. Хор Григор с песней «Пойдем со мной». Театральная студия «Слово» представила коллективу «Пантомиму. Я художник, я так вижу». Танцевальный коллектив «Ролл Крю». И вот уже представление подходит к завершению. И на площадь Марселя выходит Камила Шакирова с песней «Адажева». Завершающим номером стал танец «Данс комьюнити Казос» под названием «Послезавтра». Столько подготовки, столько усилий не прошли даром. Замечательные эмоции, замечательное выступление, да и вообще все классно. Большое спасибо команде, которая показала нам это представление. Ждем следующую студенческую весну. Надеюсь, что она будет намного лучше. Вторым выступал институт физики. Они представили программу события, которые происходят в стенах федерального. Они рассказали историю парня, который влюбился с первого взгляда в девушку, но по стечению разных событий не может в точности вспомнить, как она выглядит. И ему приходится ее искать. Первым на сцену вышел Куликов Павел, который прочитал произведение Иосифа Бродского. Вторым на сцене были Павлова Екатерина и Агмалов Динар с песней «Тянет». После танца «Если я останусь», на сцену вышел хор с солистской Грэй Си Джей и исполнила песню «Ваня», которая для многих стала сюрпризом. Ведь они сумели совместить американские биты и народную песнь. Представление набирает обороты. И на сцене побывали «Голубенко Мария» с танцем под названием «Молчание». Танцевальные коллективы «Хот Инцепшн» и «Эт Даун». И, пожалуй, одним из самых запоминающимся номером стала всем известная песня «Кто тебе сказал». В исполнении «Веа» женское счастье. Именно этому коллективу удостоили честь закрыть представление. И они подарили зрителю песню «Ищу тебя». Главные герои, наконец, встретились. И заглянули друг другу в глаза. Они обнялись и поцеловались. На этом и закончился вечер студенческой весны в Униксе. Максим Журобоев, «Студенческая весна-2020». Ну, а на этом у нас все. Что нам остается? Пожелать удачи институтам, которые выступят уже после карантина. Ну, а эту программу для вас подготовили Александр Фирсов и Диана Латышева. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok